В эфире премьера нового сезона проекта «Экстрасенсы. Детективы». Сегодня в программе. Тайна загадочного письма от убитой женщины. Что ты увидела? Конверт с отрезанным пальцем. Таким образом, она пыталась показать мне, кто ее убил. Мы найдем ответ, когда голос мертвый будет у меня в руках. Перед убийством женщину записывали на этот диктофон. Тогда я даже представить не мог, какие нечеловеческие поступки совершил этот мужчина. Включите его. Это Ростислав Кулик. Ему всего три года. Как и все мальчики его возраста, он обожает игрушечные машинки и поезда. Внешне обычный жизнерадостный малыш. Однако его родители, Сергей и Оксана, боятся, что сын может скоро умереть. Они уверены, Ростика пытаются задушить какая-то нечисть. Мальчика уже несколько раз находили с затянутыми веревками на шее. Взрослые никак не могут понять, почему маленький ребенок надевает себе на шею петлю. Бывает подбегает, я не могу развязать, страшно. Потому что, ну не знаю, что оно, как и почему. Они вкладываются в голове вот это все. Мама с папой прячут подальше все веревки. Но маленький мальчик каким-то образом их снова находит. По словам родителей, малыш, рост которого не больше метра, самостоятельно никак не смог бы достать веревки с трехметрового шкафа. Но самое страшное, перед тем, как с мальчиком начал происходить весь этот кошмар, Сергей и Оксана почувствовали в своем доме присутствие какой-то потусторонней силы. Как будто кто-то присутствует в комнате именно. Поворачиваешь голову, ну какая-то вроде бы силуэт тень. И она только ты начинаешь на нее смотреть, она уходит в бок, в сторону. Как будто что-то стоит сзади, либо со стороны сбоку. Черный силуэт. Оксана ни на минуту не оставляет ростика одного. Она почти перестала спать и нормально есть. Говорит, живет в постоянном страхе. Боится, что однажды найдет своего сына задушенным. Это страшно. Такое пережить. Но самое ужасное, по словам Оксаны, что неизвестная сила теперь открыла охоту и на отца Ростислава. Ведь за последний месяц Сергей уже дважды чуть не остался без головы. Первый раз это случилось две недели назад. С соседнего дома на него ни с того ни с сего упал огромный лист гипсокартона, когда он проходил мимо. Упал, сперва потерял сознание. И очень испугалась. Сразу побежала к нему. Конечно, это очень страшно. Я сильно переживаю. А уже через неделю Сергею чуть не отрезало голову электропилой. Он пилил дрова, и в какой-то момент абсолютно исправная техника внезапно вышла из строя. Острый металлический диск оторвался и полетел в сторону Сергея. Она лопается, и кусок отлетает прямо в стену. Сергею чудом удалось уклониться и этим спасти себе жизнь. Это, конечно, ужас. Сергей говорит, что все эти случаи можно списать на простое стечение обстоятельств. Однако каждый раз перед ними он чувствовал за своей спиной присутствие какой-то нечисти. Какое-то ощущение, как будто кто-то в спину стоит, рядом, за тобой стоит. То есть, повернул голову, как бы не видно никого. А два дня назад случилось такое, отчего просто волосы становятся дыбом. Сергей собирался ехать к родным в соседнее село и по дороге решил заправиться. Он вышел из авто, чтобы рассчитаться. А спустя несколько минут его машина внезапно вспыхнула. То есть, сунул пистолет в бак и пошел к кассе рассчитываться. Бежит заправщик и кричит, у тебя горит машина. То есть, прямо на заправке у нас загорелась машина. Позже ни на одной СТО специалисты так и не смогли объяснить Сергею причину странного возгорания. Нет тут рационального объяснения, почему оно загорелось. Но самое страшное, что в тот день с отцом в авто должен был находиться его маленький сын. Мальчика спасло то, что мама в последний момент неожиданно решила оставить его дома. Ничего, боюсь похоронить мужа с ребенком. Страшно. Супруги уверены, что их семью истребляет какая-то потусторонняя сила. И это связано с родовым проклятием. Ведь в семье Сергея один за другим умерли уже шесть мужчин. И все в молодом возрасте. Это не может быть случайность, это закономерность. Нормальные люди не то, что там, например, алкоголики или загородные, все в порядке. Оксана говорит, что экстрасенсы для нее последняя надежда. Я хочу попросить о помощи, чтобы я не потеряла ни мужа, ни ребенка, потому что это очень близкие ко мне люди. Я очень боюсь их потерять. Помочь семье отозвались сильнейшие эксперты проекта «Экстрасенсы-детективы». Азербайджанский сновидец, потомок пророка Магомета Хаял Аликперов и таролог из Днепра Ольга Стогнушенко. Экстрасенсы еще до поездки поработали с фото семьи. И пока съемочная группа собирается, делятся своими впечатлениями. Когда я работала с фото Сергея, мне пришло видение. Я увидела женщину в белой одежде, всю в крови. Ее убили. Ее зарезали? Нет, она сказала, что ее задушили. Почему же она окровавлена? Кто эта женщина? И как это все касается Сергея и его семьи? Я не знаю. Но когда я у нее спросила, кто ее убил, она мне показала конверт с отрезанным пальцем. Отрезанный палец? Просто кошмар какой-то. Что это может означать? Оля, недавно ко мне за помощью обращались люди, пострадавшие от магии Вуду. Я выяснил, что в таких ритуалах используют части тела. Кости, зубы и даже отрезанные пальцы. Может, сила, которая охотится за семьей, как-то связана с этими обрядами? Мы были шокированы словами экстрасенса. Но в этот момент наш администратор сообщил, что съемочная группа уже готова к выезду. Поэтому мы отправляемся. Когда я работал с фотографией Сергея, джинны сказали мне странную фразу. «Спасешь девочку, улетающую в воздухе – остановишь смерть». Я не понимаю, как это трактовать, но джинны мне говорят, что я найду ответ, когда голос мертвый будет у меня в руках. «Ничего не понимаю. Какой еще мертвый голос?» То, что почувствовали экстрасенсы, шокирует. Отрезанный палец в конверте. Летающая девочка и голос покойницы. Как это понимать? Тем временем ясновидцы уже возле дома Сергея и его семьи в поселке Березно. «Добрый день. Меня зовут Сергей. Меня Оксана. Меня зовут Ольга. Это Хаял». «Очень вас ждали. Очень. Спасибо, что вы приехали. Проходите, пожалуйста. Когда я вошел во двор, меня словно током ударило. Возле Сергея я увидел силуэт мертвого мужчины, на шее которого была завязана веревка. Если бы мы только знали, зачем на самом деле пришел этот дух, у этого мужчины какая-то веревка на шее. Он не старый. У него темные волосы и длинноватый нос. Вы знаете, кто это может быть? Да, это мой отец. Ваш отец самоубийца? Позже мы выяснили, что отец Сергея повесился несколько лет назад. Полиция указала причиной самоубийства конфликт с женой. Однако Сергей до сих пор не понимает, как отец мог так поступить. Я был шокирован. Неужели это отец после смерти пытается убить Сергея и Ростика? Но зачем? Мы должны были настроиться на энергетику этого мужчины. Я чувствую, что вы очень любили своего отца. И его гибель стала для вас страшной трагедией. Вы очень тяжело пережили его смерть. Сообщил, что отец умер. Больше он ничего мне не смог сказать. Шоковое состояние. Просто целую ночь просто просидел, просмотрел в одну точку, не разговаривал ничего. После этого я год ничего не помнил. У меня год будто вырвали из жизни. Вы очень скучаете по нему? Да. Очень. У вас в груди, так знаете, аж печет по отцу. Отец. Отец был для меня всем. Он меня вырастил. Он меня воспитал мужчиной. Мне больше не к кому было обратиться. Он мне был и матерью, и отцом. Сергею тяжело говорить об отце. Ведь они были очень близки. Сильный и стойкий мужчина не может сдержать слезы. Я вижу вас с маленького, с отцом, а вашей матери рядом нет. Где она? У них были с отцом конфликты, и она уехала. Она сама из России, из севера. И она поехала туда. Ваша мать вас бросила? По словам Сергея, мать оставила его, когда мальчику было всего три года. Она якобы не хотела терпеть конфликты с мужем. Поэтому однажды просто собрала вещи и ушла. Сергей, вы знаете, я чувствую, что у вас очень большая обида на мать. Материнской любви мне очень не хватало. Да, у меня была обида. Когда вы говорите о матери, мне почему-то приходит картинка, как ваш отец держит в руках какие-то горящие листы. Что это означает? Да, был один момент. Нашел я в его кармане письмо от матери с севера. Но затем, спустя какое-то время, увидел, как отец сжигает это письмо. Мужчина так и не позволил сыну прочитать письмо от матери. А позже Сергей увидел, как отец бросил в огонь целую кучу каких-то конвертов. Помнит лишь, как выбежал во двор и заметил, что на всех письмах было указано имя его матери. Сергей, вы говорите, что мать вас бросила. Однако я вижу, как вы стоите возле нее уже взрослый. Вы нашли свою мать? Нашел я ее. Когда Сергею было 20, в старых вещах отца он случайно нашел уцелевшее письмо от матери. В нем она писала, как скучает по сыну и хочет его увидеть. Ее адрес был указан на конверте. Поэтому парень решил во что бы то ни стало найти маму, которую не видел много лет. Просто хоть увидеть, мать, какая она. Все рассказывают, что она была хорошая, то есть отличная мать была, что виноват отец. Что он очень строгий, ревнивый был. Джины говорят мне, что встреча с вашей матерью открыла вам глаза. Вы узнали, что она на самом деле не собиралась вас бросать. Что она вам рассказала об отце? Что он ее убил. И она из-за этого вроде пыталась за мной поехать, меня забрать с собой и уехать. Он просто не отдал. Не отдал. Вы знаете, я чувствую, это боль женская, материнская боль по своему ребенку. Она очень хотела с вами быть, но она убегает от насилия. Отец Сергея сказал жене, что если она попытается забрать сына, то он убьет их обоих. И женщине пришлось оставить ребенка с мужем. Странно, но несмотря на то, что сыну все-таки удалось отыскать родную мать, я чувствовал, что сейчас эти люди между собой не общаются. Словно и не было никакой встречи. Сергей так долго мечтал увидеться с мамой, а когда нашел ее, почувствовал, что они совсем чужие люди. Будто я приехал, грубо говоря, к тете в гости. Вот так, здрасте, здрасте, и все. Я даже не знал, что делать. И если я прожил 18 лет без матери, то я просто не знаю этого чувства. Я с трех лет не понимал, что такое мать. По словам Сергея, он так и не смог найти с мамой общий язык. Поэтому, погостив несколько дней, вернулся домой. Говорит, несмотря ни на что, самым родным человеком для него остался отец. Но неужели именно он является той самой силой, которая хочет убить Сергея и его сына? В этот момент я услышал голос отца Сергея. Он сказал, я здесь, чтобы защитить сына от нее. Спаси его. Я не понимал, о ком идет речь, от кого нужно спасать. Но вдруг вокруг нас начали появляться духи мужчин. Они были похожи на зомби. Я чувствую, что духи мужчин, которые сейчас появились, это погибшие члены вашей семьи. Но почему они все с веревками на шее? У меня в семье шесть суицидников. Да, гибнут мужчины. Мы были поражены. Но выяснилось, что все погибшие мужчины в семье Сергея действительно покончили жизнь самоубийством. Возможно, это как-то связано с той силой, которая сейчас охотится за Ростиком и его отцом. По моим ощущениям, всех этих людей словно что-то толкнуло наложить на себя руки. Такое впечатление, что включается какой-то механизм, после которого вешаются мужчины в этом роду. Я подумал, возможно, это как-то связано с нечистью, которую мы ищем. Нужно было настроиться на смерти этих мужчин-самоубийц. Мои джинны говорят мне, что все мужчины в этой семье лишили себя жизни из-за убийства какой-то женщины. Вы понимаете, о чем идет речь? У моего дедушки был родной брат, и он задушил свою жену на печи. За это его посадили. Об этом жестоком убийстве тогда говорил весь поселок. Мужчина из ревности убил свою жену. Родственник Сергея, которому на тот момент было всего 30 лет, задушил свою любимую, когда она спала. Может, дух этой женщины теперь убивает всех мужчин в вашей семье? Смотрите далее. Голос мертвой женщины откроет страшную тайну семьи. Куда вы, Хаял? Я увидел какую-то тень, которая вошла в дом. Я лишь помню, как в тот момент я повернула голову и увидела, что в углу комнаты стоит темный силуэт и протягивает ко мне руки. Дух сейчас показывает мне такую картинку. Верхняя полка, шкаф, а там спрятан какой-то предмет. Да, это же диктофон. И я чувствую, что разгадка в этой записи. Вы смотрите проект расследований «Экстрасенсы-детективы». Сильнейшие экстрасенсы страны, Хаял Олегперов и Ольга Стогнушенко, приехали помочь семье Кулик. Супруги уверены, что какая-то потусторонняя сила истребляет их рот по мужской линии. Уже шесть родственников Сергея умерли один за другим. И все в молодом возрасте. Это не может быть случайность, это закономерность. Жена Сергея, Оксана, не переживет, если следующими в этом списке станут ее муж и трехлетний сын. Чего боюсь похоронить мужа с ребенком? Страшно. Я найду ответ, когда голос мертвой будет у меня в руках. Я увидела женщину в белой одежде, всю в крови. Ее убили. Когда я у нее спросила, кто ее убил, она показала мне конверт с отрезанным пальцем. Мои джинны говорят об убийстве женщины в вашей семье. У моего дедушки был родной брат. И он задушил свою жену на печи. За это его посадили. Может, дух этой женщины теперь убивает всех мужчин в вашей семье? Эта покойница действительно приходила с того света, но лишь для того, чтобы отомстить своему убийце. Она забрала его с собой. Да, он пришел из тюрьмы, и на той же печи сам и умер. Совпадение это или нет, но через две недели после выхода из тюрьмы у мужчины внезапно остановилось сердце. И умер он на том же месте, где убил свою жену. Но, по моим ощущениям, дух погибшей женщины отомстил только своему убийце. Что же тогда заставило наложить на себя руки других мужчин в этой семье? И касается ли все это силы, которая охотится за Сергеем и его сыном? Тогда еще никто не знал, какие тайны скрывает эта семья. Джинны говорят, что мужчины в вашей семье вешаются из-за убийства этой женщины. Но не потому, что она их забирает, а потому, что их прокляли. Это сделала мать убитой. Да. Так неужели Сергей и его маленький сын обречены умереть из-за материнского проклятия? Помогите, пожалуйста, снять это проклятие, остановить это все. Очень вас прошу. Потому что это очень страшно. Потерять мужа и сына – это просто нельзя пережить. Больно и страшно. Но в этот момент джинны сказали мне, что из-за проклятия страдают только прямые потомки убийцы – сыновья и внуки двоюродного деда. Сергей, его сын и отец не были прямыми родственниками убийцы. Так что на них проклятие не действует. Ни я, ни моя коллега Ольга тогда не понимали, что это не последнее жестокое убийство, о котором нам придется узнать во время этого расследования. Я решила провести обряд, чтобы на некоторое время остановить это проклятие. Чтобы от него полностью избавиться, родным Сергея нужно пойти в семь храмов, поставить свечи за упокой убитой женщины и помогать больным и бедным людям. Но не успели экстрасенсы провести обряд, как Хаял Олегперов вдруг стремглав бросился к дому Сергея. Я почувствовал во дворе какой-то ледяной холод. И в этот момент увидел, как передо мной появился чей-то силуэт. А затем услышал слова «Я отомщу за свое убийство». Но я даже не успел рассмотреть, кто это был, ведь этот призрак вошел в дом. Куда вы, Хаял? Я увидел какую-то тень, которая вошла в дом. Что такое? Ужас. Что это за звук? Невероятно. Посреди комнаты лежит антресоль, которая висела над дверью. Но кто ее сбросил? Ведь в доме никого не было. Я даже не могу объяснить. Сама в шоке. Это была та сила, которую я увидел. Она словно перекрывает нам дорогу. Возможно, она не хочет, чтобы мы спасли эту семью. Я лишь помню, как в тот момент я повернула голову и увидела, что в углу комнаты стоит темный силуэт и протягивает ко мне руки. Если бы я только знала, что пытается мне показать эта сила. Хаял, вы видите? Вижу. Сергей и Оксана говорят, что тоже постоянно чувствуют в доме кого-то с того света. Мы вечером, в основном здесь, на диване, смотрим телевизор. И боковым зрением как бы видишь какую-то тень. Кто-то вроде бы наблюдает. Как только голову поворачиваем, она просто исчезает в сторону. Прячется как бы. Я чувствую, что эта сила хочет убить вас. И она словно угрожает. Я вижу кресты на стенах. Это знаки, которые эта сила оставляла в доме. Был крест нарисован на обратной стороне стекла, на часах. Мы его попытались стереть. Если присмотреться, то он там еще остался. Действительно, крест, смотрите. О, Господи. Туда даже рука не пролазила. Оксана до сих пор не понимает, как этот загадочный крест мог появиться на внутренней стороне стекла часов. Ведь добраться туда рукой или другими предметами нереально. Это смертельная угроза всей вашей семье. И идет она от какой-то потусторонней силы. Она уже проявляла себя. И проявляла себя очень агрессивно. Мне какие-то ножи идут. Ножи в вас летят. Ни с того ни с сего падал кухонный нож. Я вовремя убирал ногу. Сергей говорит, что не раз прямо на глазах нож со стола словно сбрасывала чья-то невидимая рука. И он чудом успевал спастись от острого лезвия. Сейчас супруги хранят все ножи в закрытом ящике. Ведь рядом с родителями всегда находится маленький ростик. И родные боятся, что однажды острый нож может упасть прямо на ребенка. Сами стены дома по энергетике были чистые. Однако нечисть почему-то постоянно приходила в этот дом. Я не могла понять, откуда взялась эта сила. Но то, что я увидела дальше, меня просто поразило. В этот момент джины сказали мне, что мы должны найти женщину, которую убили из-за любовного треугольника. Я хотел посмотреть в своей книге, что это может означать. Но вдруг увидел, как за окном появился дух какого-то мужчины. Нам нужно на улицу. Там какой-то дух. Кто тот мертвый мужчина, которого увидел Хаял Аликперов? Возможно, это та самая сила, которая охотится за семьей. Этот мертвый показывает рукой на тот дом и говорит, туда придет смерть. Я должен понять, кто он. Что означают слова духа? Возможно, угроза нависла не только над семьей Сергея, но и еще над кем-то. Дух привел меня в это место. Вы знаете, кто здесь живет? Нет. Вообще нет. Он просит о помощи. Он говорит, если я помогу ему спасти девочку, он поможет мне найти того, кто охотится за вами и вашим сыном. Добрый день. Добрый день. Добрый. А как вас зовут? Скажите, в вашем доме живет какая-то девочка? Возможно, у вас есть дочь? Есть. Катяша. Эта женщина совсем не ожидала увидеть у своих ворот известных на всю страну экстрасенсов. Однако отвечает на их вопросы. Дайте, пожалуйста, руку. Дух какого-то мертвого мужчины сказал мне, что она летает. Что это означает? В ураганы не попали. Мой ребенок, сестры мои, сын. И что? И соседская девочка. Оказывается, в этом доме живет школьница, о которой несколько лет назад говорили во всех новостях. Летом 2017-го она вместе с другими детьми гуляла возле реки, когда поднялся страшный ураган. Затем появился смерч. Маленькую Катю подняло на несколько метров воздух и некоторое время носила над землей. Позже девочка рассказала нам, что помнит о том дне. Я чувствовала, что будет буря. Что-то может случиться. Мне папа тогда говорил, не иди на речку. Но мы не послушались. Тогда такие черные тучи были. Было очень страшно. Град был вот такой. Он нас очень сильно бил по голове, по всему. И нас потянуло за собой в небо. Очень страшно было. Я полчаса не могла говорить. Дух мужчины, который привел меня к этому дому, сказал, я спас Катю от смерча, но скоро ей может угрожать смертельная опасность. Умоляю, спаси ее. Я вижу этого духа. Это молодой парень, ему лет 17. И вы с ним связаны кровно. Кто это может быть? Брат у нас был. Оп. В воде. В открытом водоеме. Он утонул в 17 лет. В 2008 году младший брат Инны при загадочных обстоятельствах утонул в местном водоеме. Но о какой смертельной угрозе девочки идет речь? Дух этого парня говорит мне, что ваша дочь может пострадать из-за родного отца. Что это означает? Он как выпьет, это два разных человека. Как демон вселяется, правильно? Да. Два разных человека. Я говорю, не пей, а он говорит, я не могу, мне надо. По словам матери, отец Кати, когда выпьет, становится неадекватным. В таком состоянии он не раз поднимал руку на жену и маленькую дочь. Я жила с таким человеком. Я жила. Он, когда трезвый, человек как человек. Только немного выпил, все, глаза красные, с кулаками, и толкает, и сиди, рот закрой. Но я сбежала, потому что я берегла своих детей. Что вы делаете? Я живу, и все. Инна призналась, что на самом деле не хочет разрушать семью и уходить от отца Кати. Женщина верит, что он может измениться и снова станет прекрасным папой и мужем. В этот момент я понял, зачем приходил покойный брат Инны. Он просил нас о помощи, потому что это единственная возможность защитить его племянницу. Тем временем к экстрасенсам выходит Вячеслав, отец девочки. Вы знаете, Вячеслав, в моей стране дети – это святое, и мы делаем для них все, и никогда не обижаем их. Я не понимаю, как вы можете поднимать руку на родную дочь? Так как-то получилось. Зачем вы это делаете? Вы издеваетесь? Маленький ребенок, который вообще ни в чем не виноват. Вообще. Да, могу выпить, могу себя не контролировать, но так я нормальный и полноценный человек. Так скажите мне, пожалуйста, что важнее? Выпить? Не контролировать? Или это женщина, ваш ребенок, которая с вами рядом? Вы представляете, к чему это может привести, если уже дух с того света просит спасти вашу дочь? Вячеслав молчит и ничего не говорит в свое оправдание. Спасти человека от алкоголя магии невозможно, ведь это никакие не бесы, не демоны. Это личный выбор человека. Единственное, что я могла сделать, это поставить защиту на девочку, чтобы каждый, кто поднимет на нее руку, сильно об этом пожалел. Вячеслав, вы понимаете, что теперь, если вы хотя бы раз поднимете руку на свою дочь или жену, вам будет очень плохо? Ну, если я тебя обижаю, то я извиняюсь, я тебя больше не буду обижать. Пообещайте мне, как мужчина мужчине, что больше никогда не обидите их. Обещаю. Ей пообещайте. Ин, обещаю. В этот момент дух брата Инны сказал мне, спасибо, что спас Катюшу. Он дал мне подсказку, сказал, возвращайся в дом, из которого ты пришел. Я покажу, где спрятан голос мертвой женщины. Открой ее тайну. И тут я вспомнил. Именно об этом говорили мне джины в начале расследования. Джины мне говорят, что я найду ответ, когда голос мертвой будет у меня в руках. Мы должны вернуться в ваш дом. Там нас ждет разгадка. Но кто эта мертвая женщина, о которой уже не впервые за это расследование говорят экстрасенсы? Дух парня сейчас показывает мне такую картинку. Верхняя полка шкафа. Там спрятан какой-то предмет. Подождите. Он показывает мне на соседнюю комнату. Да это же диктофон. И я чувствую, что на него записывался женский голос. Смотрите далее. Любовь, которая привела к страшной трагедии. Ой. Ой, мама. Ой, мамочка. Что здесь творится? Я вижу женщину. Она вся в крови. Ее здесь убили. Дух говорит мне, что причина в какой-то измене. Вы будете шокированы, когда узнаете, что натворил этот мужчина и кто убил женщину. Джины говорят мне, что ее убил мужчина, у которого нет пальца. Кто это? Мы вернулись. Вы смотрите новый сезон проекта «Экстрасенсы-детективы». Сильнейшие экстрасенсы страны, Ольга Стогнушенко и Хаял Олегперов, выясняют, какая потусторонняя сила пытается расправиться с трехлетним мальчиком и его отцом. Джины сказали мне, что мы должны найти женщину, которую убили из-за любовного треугольника. Куда вы, Хаял? Я увидел какую-то тень, которая вошла в дом. Что такое? Это была та сила, которую я увидел. Она словно перекрывает нам дорогу. Если бы мы только знали, что было спрятано в доме, и кто был этот дух... Дух сейчас показывает мне такую картинку. Верхняя полка шкафа. Там спрятан какой-то предмет. Подождите, он показывает мне на соседнюю комнату. Да это же диктофон, и я чувствую, что на него записывался женский голос. То, что вы увидите и услышите дальше, не для людей со слабыми нервами. Да, записывался. Я хотел бы послушать. Включите, пожалуйста. Из фрагмента записи понятно, что это телефонный разговор какой-то женщины с мужчиной. Но кто она? Зачем ее разговор записывали на диктофон? И зачем эта запись Сергею? Это голос мертвой женщины. Этой женщины нет в живых. Чей это голос? Ну, это женщина, которую любил отец. Оказалось, когда Сергею было 15, у его отца появилась любимая женщина по имени Валентина. Вместе со своими двумя дочками, такого же возраста, как и Сергей, она переехала в их дом. И именно ее голос записан на диктофоне. Сергей, зачем вам запись телефонного разговора вашей мачехи? Не двигайтесь все. Я вижу дух женщины. Высокая. Волосы темного цвета. Тонкие губы. Это кто? Валентина. В этот момент дух женщины сказал мне, это расплата, он сам виноват. Однако я не мог понять, кому она хочет отомстить и почему. И тут покойница сказала, что я смогу все понять лишь в доме, где она когда-то жила со своим мужем. Этот дом находится рядом с вами? Да, есть. Это там жил отец. То есть у вас и ключи есть? Мы можем туда даже зайти? Да. Экстрасенсы с супругами идут к дому отца Сергея. Ой. Ой, мама. Ой, мамочка. Ой, что здесь творится? Что здесь происходит? Что происходит с ясновидицей? Почему она плачет? И что увидела в этой вроде бы обычной комнате? Я вижу женщину. Она вся в крови. Все в крови. Вот здесь она лежит. Она не дышит. Она не живая. Ее убили. Ее здесь убили. Да. Здесь убили жену вашего отца? Да. Жены говорят мне, что ее убил мужчина, у которого нет пальца. Кто это? У моего отца были не все пальцы. Эту женщину убил ваш отец? Да. Мы в шоке от услышанного. Но выяснилось, что в 2012 году в этом доме действительно произошло страшное убийство. Отец Сергея жестоко расправился со своей любимой женщиной. Это была та самая женщина, которая пришла мне в видение и протягивала конверт с отрезанным пальцем. Я поняла, что таким образом она пыталась мне показать, кто ее убил. Но зачем отцу Сергея понадобилось отрезать себе палец? И почему он был в каком-то конверте? В это трудно поверить, но позже мы узнали, что когда мать Сергея написала сыну первое письмо, в ответ на него отец Сергея отрезал себе палец и отправил его женщине по почте. По его словам, как он рассказывал, отец отрубил себе палец и отправил ей на север. Он хотел ее вернуть и таким образом пытался показать, что любит ее, чтобы она вернулась. В письме отец написал матери Сергея, что готов пожертвовать всем, лишь бы она вернулась. Но зачем мужчина убил свою вторую жену? Странным было то, что я видела женщину всю в крови, но по моим ощущениям ее не зарезали. Она умерла из-за того, что не могла дышать. Выяснилось, что женщина действительно задохнулась. Муж набросился на нее с такой силой, что ее ребра сломались и пробили легкие. Позже об этом нам рассказала дочь погибшей. Патологоанатом написал, что ребра сломались, проткнули легкие сердце. То есть мама моментально даже не почувствовала. Подождите. Если ваша мачеха задохнулась, то чья на ней была кровь? Моего отца. Но ведь он повесился. Как такое возможно? Он пытался вскрыть себе вены, хотел рядом, получается, лечь, но кровь начала сворачиваться, поэтому он повесился. После убийства жены и неудачной попытки самоубийства отец Сергея вышел из комнаты, закрыл за собой дверь и повесился в коридоре. Открыли дверь и увидели его. Но я больше и не заходил туда. Сергей говорит, что до сих пор не может входить в дом, где нашел мертвого отца. Я чувствую, что из-за самоубийства вашего отца люди не сразу узнали об убийстве его жены. Да. В это невозможно поверить. Но ни Сергей, ни правоохранители, приехавшие на вызов в этот дом, долгое время и не подозревали, что за закрытой дверью лежит тело убитой женщины. Я чувствую, что ее увидели случайно. Ее нашел мужчина в погонах, который искал в доме какую-то вещь. Попросили зайти в эту комнату, найти какой-нибудь пакетик. Он заходит и назад, и задом встает. Там кто-то есть. Они у него спрашивают, кто. А я не знаю, кто там. Сергей говорит, что просто онемел, когда из дома вынесли еще одно мертвое тело. Но зачем мужчина убил свою жену? И почему теперь страдает Сергей и его сын? И в этот момент дух женщины сказал, «К моей смерти причастен Сергей». Я был просто поражен. Как такое возможно? Дух говорит мне, что причина в какой-то измене. Ваша мачеха изменяла вашему отцу? Оказалось, незадолго до смерти Валентина устроилась домработницей к одинокому мужчине. Узнав об этом, отец Сергея устроил жене безумную сцену ревности, а затем закрыл ее на несколько дней в подвале. Приезжаю домой, мама вся в синяках. Такие синяки аж на всю ногу. Я говорю, мам, что такое? Короче, у нас в подвале есть погреб. И он ее туда бросил. Она там просидела день или два, я не помню. Дочки уговаривали мать уйти от ревнивца. Но Валентина решила поговорить с мужем. И объяснила ему, что это просто работа, и она никогда бы не изменила ему. Но мужчина не поверил жене. Рассказал о своих подозрениях сыну. Сергей был возмущен, что женщина могла обманывать его отца. Ну, как так можно? Тебе все давалось, тебе все делалось. Чего тебе не хватало? И тебе просто захотелось другого чего-то? Да. Должна аж подумать, что он тоже не дурачок. Он же узнает. И у Сергея возникла идея, как вывести мачеху на чистую воду. Проследить за ней на авто. Что я ему скажу? Успокойся. Я ему предложил. Вот машину куплю, поедем в Чернигов. Приедем, посмотрим, грубо говоря, что она, где и как. Хотел узнать, действительно ему изменять или нет. Сергей даже купил отцу диктофон. И тот записал телефонный разговор Валентины с мужчиной, у которого она работала. На этом же диктофоне запись. Странно. Получается, сама признается, что она действительно с ним как бы это изменяет? Да. Да, действительно подтвердилось. Она, получается, разговаривает, как сказать, как со своим любовником. Как бы унижает отца. Странно. Однако я не услышал в этом разговоре ничего, что могло бы говорить об измене женщины. К тому же я не почувствовал никакой любовной связи между Валентиной и мужчиной, у которого она работала. Вы знаете, Сергей, по моим ощущениям, жена вашего отца работала у пожилого, одинокого мужчины. Более того, я вижу, что он был прикован к постели. И у нее физически не могло быть с ним никаких интимных отношений. Он старый человек. Сейчас выпала карта император. То есть, это человек в возрасте 70-80 лет. Валентина пошла работать к этому мужчине лишь потому, что он пообещал ей за это какое-то жилье, которое она собиралась оставить своим дочкам. Выяснилось, что мужчина, у которого работала погибшая, действительно пообещал переписать на нее квартиру за то, что Валентина до смерти будет за ним ухаживать. Об этом нам рассказала ее дочь. Мама же работала санитаркой в больнице. Она познакомилась со стариком, инсультником, трижды перенес. И он ей сказал, если ты будешь за мной ухаживать, я твоим девочкам оставлю трехкомнатную квартиру. Она к нему ездила два раза в неделю или раз в неделю убрать, постирать, ну, такое. Это невероятно. Получается, мужчина жестоко убил свою жену из-за измены, которой не было. Сергей, вы поддержали отца в его подозрениях, предложили следить за женой. Вы понимаете, что именно из-за вас появилась запись на диктофоне, которая и стала причиной убийства? Я понимаю, да, что действительно моя вина. Из-за этого диктофона оно как бы все и получилось. Но я не мог ему отказать. То, что в моих силах, что я смог бы, я бы дал все. Потому что я знаю, как он мне давал. Он мне последнюю копейку отдавал. Но я чувствовал, что на самом деле Сергей это сделал не потому, что хотел поддержать отца, а потому, что не любил мачеху с того самого момента, как эта женщина появилась в их доме. После расследования Сергей признался, как, будучи подростком, мечтал, что мачеха станет для него новой мамой. Однако всю свою заботу женщина отдавала лишь своим дочкам. Первое воспоминание – какая женщина в доме. Я ей был безразличен. Грубо говоря, ни внимания, ни подарков, ни воспитания, ничего от нее не было. А через несколько месяцев после женитьбы отец решил отдать сына в военное училище. Сергей говорит, что приезжал домой раз в полгода. И даже в такие редкие встречи он видел, что теперь его папа дарит все свое тепло и внимание Валентине и ее дочкам. Дочек ее, скажем так, он помог устроить, обучить. Грубо говоря, от меня забрали, а тебя отдавали. Сергей был сильно обижен на свою мачеху. Ведь на его взгляд, эта женщина украла у него отца. Он рос без матери, а теперь потерял и отца. В нем сидела сильная обида, которая душила его. Но он и не подозревал, к какому трагическому финалу это может привести. Да, я знал, что он вспыльчивый. Он очень вспыльчивым был. Я не думал, что они разойдутся мирно. Мы на такое не рассчитывал. Да, я предполагал, что он ее побьет, но он убил ее. Да, я понимаю, что моя вина есть. Моя вина есть. Дух убитой мачехи – это та сила, которая охотится за вами и вашим сыном. Она умышленно подбрасывает ростик у веревки. Умышленно провоцирует смертельную опасность для вас. Она хочет, чтобы ваш род закончился. Это ее месть за убийство. Помогите, пожалуйста, ей уйти теперь. Чтобы успокоить ее душу, чтобы она успокоилась, чтобы это все завершилось, чтобы она нас просто оставила. Помогите, прошу. Единственное, что мы могли сделать – это вызвать дух Валентины, чтобы Сергей попросил у нее прощения. Если он искренне это сделает, то дух женщины, возможно, простит его. Тетя Варя, прости нас. Что так все получилось. Я прошу прощения от всей нашей семьи. За отца прошу прощения. За себя прошу. Не держи обиды. Отпусти, пожалуйста, меня и мою семью. Я не понимал, что делал. Не осознавал. Прости за содеянное. Не думал я. Ваши извинения приняты. Мы закрыли полностью, навсегда историю с этой женщиной. С ее болью, с вашей болью. И как только взойдет солнце, ее душа улетит навсегда из вашего дома. Каждому из нас нужно, как следует, подумать, прежде чем давать людям советы. Ведь любое слово, сказанное в неподходящий момент, может стоить кому-то жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова